Михаил Анатольевич, здравствуйте. Хотели бы обратиться к вам с женой по поводу происшествия, случившегося в ночь с 10 на 11 марта, которое произошло на проспекте Революции 34А. Это ресторанный комплекс «Эсперадо», где мы с женой отдыхали и отмечали 8 марта. Уже, получается, где-то часов в 5 утра, утром, да, мы спустились на первый этаж. Моей жене стало плохо, она немножечко вырвала, и нас попросил администратор с охранником, почему-то, кстати, с третьего этажа, чтобы мы оплатили уборку им в размере 2000 рублей. Ну, я ему согласился, говорю, хорошо, оплачу я вам эти деньги, говорю, дайте нам только чек об этой услуге. И вообще обо всех, там, напитки, что мы кушали, дайте нам, пожалуйста, чеки. Чеки нам отказались предоставлять, сказали, мы вызовем ГБР, давайте платите нам деньги, вот эти 2000 за эту уборку, вот, не то вызовем ГБР. Я говорю, ну, хорошо, вызывайте. Приехали ГБР, я в это время вызвал полицию, через 112 есть зафиксированный вызов, но полиция так и не приехала по этому вызову. Вот, приехала еще одна группа ЧОП, собралось их где-то в районе 7-8 человек, и они без лишних каких-то даже выяснений обстоятельств, даже слова не спросили, начали просто избивать меня и мою супругу. Били меня дубинками, не давая встать с пола, пока я им не заплатил 2000. На моих глазах они у меня разбили телефон, растоптали просто телефон дорогостоящий, у меня есть чек на него, коробка, вот, жене шубу порвали, с нее кольцо с пальца сорвали, вот, там камеры есть, мы обращались в этот же день, сразу обратились в полицию, вот, сразу же, прям в этот же день, в это же утро обратились в полицию, попросили там посмотреть камеры, вообще разобраться в этом, что произошло у нас в центре города, просто чуть не убили этими дубинками, забили. Был бы пистолет, у них реально застрелили бы нас за 2000, не пойми за что. У меня жена инвалид третьей группы, я не понимаю, даже ей удары наносили дубинками, я просто не понимаю, что это за такие люди, люди были огромные, просто они все были в масках, в черных одеяниях, вот, как я так потом уже выяснил, это было охранное предприятие, вот тут, сейчас говорю, ЧОП Альфа Черноземья. Вот, я туда звонил, пытался с руководителем поговорить, все время брал трубку секретарь, брал мой номер телефона, говорит, он вам перезвонит, перезвонит, и так он и не перезвонил. Вот, на заявление, на нашу полиция не реагировала никак, камеры до сей поры не посмотрели, вот уже прошло два месяца, они ни камеры не посмотрели, ни телефон, экспертиза еще не прошла, телефон я вообще свой вернуть никак не могу. Дознаватель, который брал показания у меня, вот, говорит, что она не получала судмедэкспертизу, вот, результаты, хотя я сам лично ходил туда, в эту судмедэкспертизу, мне дали трек-номер, что они отправили в отдел полиции эти результаты, вот. Я на почте России отследил, и там, конечно же, написано, что, ну да, Пелюгина Ирина получила там 29 марта результаты СМЭ. Почему-то они говорят, мы их не получали, хотя вот у меня даже в постановлении участковый пишет, что он делал запрос еще раз туда, но если бы он делал запрос, то ему бы копию прислали бы, потому что у них есть еще и копия хранится, я узнавал, вот. Ну, я когда скинул им на почту, на WhatsApp скриншот с сайта России, что они получили эти результаты, она меня сразу заблокировала. Участковый нас сразу заблокировал тоже, мы ему хотели донести чеки за шубу, чеки за кольцо, которое пропало. Он вообще нас игнорировал полностью, просто заблокировал. Его даже не было в рабочее время, в рабочие дни, вот, в его опорном пункте. Мы его никак не могли поймать. В общем, мы не знаем, куда прощаться, куда жаловаться. Уже писали в прокуратуру. Прокуратура, конечно, отменила постановление участкового, вот, это постановление участкового об отказе в возбуждении уголовного дела. И это постановление я получил тоже только от прокуратуры. От участкового я ничего, мы ничего не получали, даже за вот полтора месяца. Нас даже ни разу не вызывали для каких-то дополнительных опросов, чтобы там еще объяснение какое-то взять. Нас вообще ни разу не вызывали. Просто я считаю, что вот эти сотрудники ЧОПа, может, бывшие там полицейские какие-то, и я считаю, тут они просто прикрывают их, понимаете? То, что месяц назад, месяц назад, я уже потом еще писал, я уже в прокуратуру писал, несколько раз мы писали. И вот мою жалобу удовлетворили, и обязали вот этот ОП номер 6, вот здесь написано, цель их принятия законного и обоснованного решения, так, необходимо приобщить результаты судебных экспертиз и просмотр, запись камер видеонаблюдения, которые находятся, написано на рассмотрении. Но уже после этого, это вот 23.03, вот это здесь листок, уже прошло месяц с лишним, и ничего все равно камеры они не посмотрели. Ни камеры не посмотрели, ни нас не вызывали. Вот я просто не понимаю, как так вот, у меня слов просто нет вот с этой полицией, понимаете? Даже прокуратура их ничем не может обвязать. Да, мы ходили на прием к заместителю начальника отдела, Денис Владимирович, да? Денис Владимирович тоже, он нам рассказал одно, а по факту совершенно другое. Он сказал наш телефон, мой телефон там на экспертизе с 10 апреля, хотя 10 апреля уже вот участковый здесь вынес постановление об отказе, о возбуждении уголовного дела. То есть телефон мой где до сих пор, я даже не знаю, я считаю, что его, может, вообще его и в помине нет, этого телефона, куда он делся, я не знаю. Даже когда я сдавал телефон участковому, он мне почему-то не дал никакой листок, что он его принял. Это хорошо, что мы на телефон сфотографировали, он там что-то... Хотя он сопротивлялся. Сопротивлялся, даже не хотел давать, чтобы мы сфотографировали лист, что он принял телефон, да. И у меня сейчас даже нет этого листочка, никакого, что мы сдали телефон участковому. И прокуратура тоже как-то ничем особо, я не знаю, она на них никак не может повлиять, она уже два раза им пишет, там, по камере посмотрите, судмедэкспертизу проверьте, опросите свидетелей, хотя там были свидетели, вот та даже девушка, которая у меня брала оплату, когда я лежал на полу, вот, я ей там карточку прикладывал, вот. Мы чеки тоже просили, опять же, нам чеки эти никак не дают, не предоставляют, то есть нам всячески-всячески просто нас игнорируют полностью, вот, и милиция, и, ну, прокуратура еще, может быть, и нет, ну, у них просто выхода, может быть, и нету. Так бы они, конечно, может, тоже проигнорировали бы. Ну, какие полиции там эти пишут рекомендации, они их не выполняют, то есть я так понимаю, что полиции на прокуратуру, то есть наплевать. Вот, а если да, если так и дальше все пойдет, то мы пойдем дальше. Да, конечно, и мы собираемся писать в генеральную прокуратуру, и будем жаловаться, и куда только не будем писать, и звонить, и вот эти люди должны, как-то, я не знаю, понести наказание какое-то просто у нас в городе, правда, небезопасно, вообще небезопасно, мы вдвоем, мы никого не оскорбили, никому не нагрубили, она просто, да, ей стало плохо, она вырвала, ну, и что, я не отказался за это платить, я говорю, я заплачу, да, просто дайте мне чек. Мне отказались выдать чек, а я знаю, почему отказались чек выдать, потому что они не должны были на сплату брать за это 2000, вот почему. Нас просто грубо избили, выбили из нас деньги, вот эти вот накачанные там, кто они там, чоповцы, просто выбили деньги, я не знаю, неужели мы такие, вот прям похожи, что у нас прям такое-то, излупили, излупили нас дубинками, да, разбили мне зачем-то телефон, если бы просто избили, это еще не так было бы, да, у нее кольцо с пальца пропало, у нее шубу ей порвали, дорогую шубу ей разорвали, по полу там, мотыляли, я не знаю, она у нее вообще со здоровьем проблемы. Я вообще просто, я в шоке, если честно, в нашем городе небезопасно жить, Михаил Анатольевич, вот так я считаю. Вот так я считаю.